В Заволжском поселке Сосновка, что входит в черту Чебоксара, провели реконструкцию уличного освещения. Там заработали 36 новых светильников. За последние 5 лет их количество увеличилось в 4 раза. Сдвинулся с мертвой точки и вопрос газификации с подробностями Ольга Алексеева. Было 74, стало более 300. В результате реализации программы электрификации в Заволжье стало светло. Проблем с освещением больше нет у жителей Первомайска, поселка Октябрьский, гостей санатория Чувашия. Для освещения Сосновки в этом году из бюджета столицы выделили 1 миллион 300 тысяч рублей. Обновили светильники, заменили старые опоры на улицах Поселковой, Биржевой и по Школьному переулку. У нас стал освещаться школьный стадион. И ребята в вечернее время уже могут более дольше находиться здесь. И в цели безопасности, конечно, весь двор как на ладони освещается вечером. Я надеюсь, что больше будет детей заниматься вместе с родителями, вместе с детишками. У нас вот замечательный школьный двор, вот тренажеры, тут вот детская площадка, спортивная площадка. Как заверили в администрации Заволжье, после завершения работ на улицах Левобережная и Лесопильная, Сосновка будет освещена на 100%. Вечером гуляет уже светло, потому что раньше такого освещения вообще не было. Как говорится, эти фонарные столбы в редких местах были. А сейчас очень хорошо освещение, хорошо работает, всегда вовремя включают, выключают. Самый больной вопрос для жителей Заволжья – отсутствие газа в домах. Все нам обещают газ. Вот в следующем году, в следующем году, в следующем, с 84-го года, это уже сколько прошло? В прошлом году я вот зиму отапливал дровами. Дрова сейчас очень дорогие. И тем более, это же надо все время возле печки кочегарить. Ну, на этот год собираюсь взять угля. Ну, сейчас мы топим дровами. Вот, хотелось бы иметь газ, конечно. Мы, жители Заволжья, ждем очень вашего газа, да. Хотелось бы побыстрее этот процесс как бы реализовать. Магистральный газопровод должен подойти к поселку уже в следующем году. Касаемо газификации, на данный момент разработано ПСД на все поселки проекта статусметной документации. Проекты планировки территории, проекты межживания прошли публичное слушание. Сейчас проводятся археологические изыскания. Вот это обязательный этап. 26 июля работы должны быть завершены. И только после заключения экспертов можно будет приступить к следующему этапу. В первую очередь модернизации подвергнутся котельные.